В общем, вот эта картина, она горизонтальная. Сейчас я её переставлю. Заодно посмотрим, которая ещё есть сзади. Да, вот это её на веб-сайте видела. Да, вот это... Давайте мы с этой начнём, с горизонтальной, если не возражаетесь. Что-что? Начнём с этой? Да, да. Вот, значит, это шордич, и это крыши моей студии. В которой я провёл где-то год. И вот в один день выпал снег в Лондоне. И, ну, я в детстве ездил в Москву, и помню, как снег выпадал, и люди чистили дороги и продолжали жизнь. А в Лондоне всё остановилось, и мне пришлось в тот день идти пешком до студии через полгорода. Ну, и я дошёл, и выглядел в окно, и вот эта вот улица Шордич-Хайстрит. С шестого этажа. И я захотел написать вот такую композицию. То есть, это после уже вот той картины. Про бомжей, и про моделей, и про, в общем, тоже каких-то фей разных людей. Вот бабушка с гусём, и они, в общем, загорают во время очень холодной температуры. То есть, такой сюрреализм про то, как мир останавливается из-за погоды, и люди начинают вести себя в другом, нерационально, и как-то, в общем, играть на гитаре, и проводить время совершенно в другой реальности. И вот они сидят на крыше, на таких сундуках. У них какие-то фрукты, овощи, фазаны и цветы, и, в общем, они всех создают вот такую вот композицию. Вот. А вот эта картина, это я вот с Евой решил, когда мы с ней познакомились, я хотел ей показать, как я рисую, и как она рисует. И мы вместе рисовали. Я поставил два холста рядом с друг другом, и мы стояли очень близко к друг другу, поэтому все пропорции изменились. И дело в том, что вот я хотел ей объяснить, что глаз человеческий так построен, что когда человек рисует, у него фокусируется глаз на каких-то маленьких деталях и не на целом. Но нужно всегда приземляться и смотреть на эти детали и свойства, а потом уже выходить из этого и нарисовать целое. Поэтому она такая, конечно, выглядит как великан какой-то, потому что она на большой шкале, на большом холсте. И она рисует на холсте совершенно рядом тоже. И поэтому, ну, конечно, здесь очень какие-то сокращенные ноги и очень большая голова, но при этом какая-то другая энергия. И это сделано очень быстро, то есть вот таким образом я пишу несколькими красками. Вот зелёным, красным, белым, жёлтым и коричневым. То есть очень простые краски, и всё большой кистью так очень смело записывает то, что я вижу. Из этого процесса потом я перехожу в более такие тонкие работы, где перерисовываю много раз и как-то строю изнутри. Но поскольку я очень часто рисовал вот с натуры, то я выработал такой вот метод, выработал, что за 20 минут, за полчаса я могу схватить какой-то образ человека и записать вот этот момент, схватить вот именно эту позицию. То есть это я уже знаю про скелет, уже знаю про мышцы и про все эти формы, и как-то их очень быстро прямо на ходу записываю, не особенно останавливаясь. Как Леонардо да Винчи. Ну, не только как Леонардо. На самом деле очень-очень многие художники, почти все художники рисуют вот так. И чем больше лет они проводят, у них становится это как second nature по-английски. То есть они уже не думают, а у них просто всё схватывается. Почерк, как мы пишем, да, это автоматический? Автоматический порчерк, да. То есть это у всех людей есть. И поэтому я вот, когда преподаю детям, я вот на этом как бы сейчас живу, очень многие дети тоже, когда они видят, я даю им пример, они как программу такую выучивают, и потом уже у них начинает тоже этот взгляд работать, и это почерк начинаться. И в этом почерке есть какое-то количество осуждения того, что мы видим, но одновременно есть какой-то заклад уже сформированных идей, и уже каких-то знаний. То есть, конечно, все могут нарисовать быстро то, что они видят, но нужно что-то ещё выучить. Вот эта вот учёба, она может занять много лет. То есть я вот много-много лет занимаюсь рисунком именно снатурщиков, это преподаю, и вот через годы, годы проходят, и я начинаю просто это делать автоматически. Вот так, наверное. Много лет вы такой юный человек, и фраза «много лет» звучит? Ну, много лет для меня это... Я вот стал рисовать в детстве, и после где-то 14 лет у меня были педагоги, я занимался классическими рисунками и натюрмортами, а потом уже в университете где-то лет 6 я учился, каждый день рисовал. То есть я считаю, что даже за 10 лет или за 15 лет, если заниматься очень много, то можно создать огромное количество рисунков и огромное количество прожить всяких ходов, и всё это впитывается. То есть у меня есть папки, где просто сотни и сотни рисунков. Филипп, это означает, что можно мастерству научиться, или ты должен с этим родиться? Вот этот вопрос очень такой сложный. Я думаю, что человек, который интересуется, у него натурально начинается, значит, начинается эта практика. И я думаю, что можно научиться рисовать, но когда, значит, ну да, просто напечатанная была случайно. Это интересно. Да, но это не моя работа, это просто я взял эти халсты. Очень интересно. Значит, на этот вопрос я думаю, что любой человек может нарисовать как-то или что-то, и даже хорошо научиться рисовать. Но рисование — это просто как теория. И практика художника — это на самом деле придавать больше смысла к рисунку, и добавлять истории, и добавлять... То есть это какой-то вечный студент, который всегда интересуется миром, и заставляет сам себя работать. Поэтому вот, конечно, всё зависит от детства, и родителей, и того, как человека воспитывали. Но, в принципе, я считаю, что художником может быть тот человек, который продолжает заниматься, и продолжает быть всегда заинтересован и миром, и своими работами. И как-то всё-таки тоже очень важно доводить что-то до конца, потому что рисунки сами по себе, и даже одна картина — это просто начало. А вот художник, он берёт одну картину, и в ней находит звено следующей картины, и так продолжает, и продолжает. Вот таким характером нужно, конечно, быть от природы. Ну, я думаю, что можно стать человеком, который очень интересуется. Ведь у всех есть полно время, и у всех есть желание творить на самом деле. Так что есть просто разные характеры у людей. Вот. То есть можно родиться очень талантливым, но вдруг потерять интерес или потерять возможность заниматься. Так что это, конечно, борьба с миром, и не то что против мира, а как раз вот эти все препятствия, и эти стены, и какие-то задачи, они наоборот, если человек может против них всё равно создавать, они ему помогают. Потому что это как лестница, на которую нужно забраться, и потом продолжать работать. То есть сам по себе человек должен выработать свой стиль, свою кисть, и потом уже за это стоять, и это показывать. То есть ещё очень важный момент, это вот я вот держу все эти картины здесь в студии, но в принципе я их вывожу и выставляю регулярно. И это очень тяжело, потому что это стоит деньги, и нужно заниматься ещё вот пиаром, там, высылать приглашения, наливать пиво, вино, посылать всем телефонные сообщения, то есть делать всё, что можно, чтобы люди как-то это увидели. И, конечно, некоторые люди покупают картины, и это очень всегда приятно. И понятно, что картина — это часть человека, поэтому, чтобы её просто так отдать, это не очень просто, если ты вложил очень много энергии. Например, в этой картине мне попросили сделать маленькую версию, так что я сейчас начал делать зарисовку. Вот этой картине? Да. Вы имеете в виду продать или отдать? Нет, нет, вот эту мне попросили сделать как по заказу картину. То есть это же картина, вы будете маленьким, да? Так что картина может быть как прототип для многих версий, и поэтому я считаю, что если кто-то захотел её иметь в оригинальном или во второй версии, это замечательно. И то, что они будут держать картину и смотреть на неё, и показывать другим, это вообще огромная честь. и художник не может вот так вот держать все свои работы, потому что они забивают место, и потом уже нет места для других. Поэтому я считаю, что вообще нужно все картины, чтобы они висели, чтобы они были на виду. А то, что они здесь у меня хранятся, они просто хранятся для следующей выставки. А вы выставляете ваши картины вот в большие лондонские галлеи, куда-то им предлагаете, показываете? Потому что, на мой взгляд, я не художник, да? Я совершенно дилетант в этом. Я просто хожу и смотрю, что мне нравится, не нравится, да? Ну, так. Но, насколько я понимаю, эти картины, они музейные. Да. Вот настолько большая философия в этих картинах, что мне кажется, они не домашние. Да. Я даже не знаю, как эта картина может пойти в дом. Вот, скажем, вот это. Потому что она настолько насыщена энергией, историей, деталями, событиями. Причем эмиграция – это сложный вопрос. Да. Это же тебе не просто там букеты с цветами. Эмиграция – это такая терка, через которую проходят люди. Это трагедия. Да. Для кого-то победа, для кого-то поражение. И вот как вот это вот иметь у себя дома? Ведь это же такой атомный заряд. Да. Так вот по поводу, есть ли какие-то возможности вот эти картины отправлять в музеи? Пусть разных стран. Допустим, может быть, даже Россия. Да. Ну, я очень рад был бы повесить их в музей. Я уверен, что в будущем какие-то из них могут и висеть и в музеях, и в домах. Я думаю, что это очень персональный вопрос. Вот у меня у родителей висят, например, такие картины, и к ним приходят в гости, и это заставляет людей как-то подумать. И потом это причина для разговоров. Поэтому музей или дом, или галерея, это вот эти картины, они очень сложные, но они возбуждают. И это как вот, ну, то есть, как кино режиссёров, которые не просто так делают тоже иллюстрации или декорации на стены. То есть, есть декоративные элементы, но я считаю, что искусство должно быть таким вот сложным, не то, что упрекающим, но, скорее всего, вызывающим, и оно должно заставить людей думать. Я вот выставлялся четыре раза в Пушкинском доме, это культурный центр. И там именно идеальное место, где вот как бы не просто так галерея, а вот место, где есть библиотека, есть, показывают фильмы, это как музей. Но не только в Пушкинском доме, у меня ещё выставки бывают в галереях или в кафе, то есть, на самом деле, любой социальный центр, где люди могут встретиться и ещё наткнуться на изображение или на скульптуру, это прекрасно. Я не считаю, что только музеи должны существовать. То есть, я очень люблю музеи, в них хожу, но я знаю, что в них ходят только, например, определённые категории людей, или я знаю, что в музеи часто у них нет особенно фондов, чтобы там существовать. То есть, это огромная потеря для них, и это всё держится на спонсорах. И, в общем, я считаю, что музеи это прекрасная идея, но часто они просто национальные какие-то центры. То есть, я совершенно не против идеи выставиться в музей, наоборот. Но я считаю, что мои картины должны быть на виду не только в таких прелегированных местах, а что они должны выходить на эфир и быть видными на интернете, то есть, быть доступными во всех возможных контекстах. Да,